что вот эту фразу можно интерпретировать так, а можно интерпретировать так. И здесь неясно написано, как это делать, когерентную обработку информации. Можно вот это назвать когерентной обработкой, а можно вот это. И значит, человек это не сможет повторить. И мы проиграли кейс. Ну, мы сейчас подали на апелляцию, но тем не менее, вот просто обращайте. Еще раз, еще раз, заявка должна быть хорошо написана. Так, значит, мы, конечно, проводим патентный поиск, когда мы ищем, но существует вот этот 18 месяцев период, когда заявка не опубликована. Заявка опубликована, вы спрашивали, является ли она опубликацией. Заявку публикуют через 18 месяцев с даты подачи. Значит, 18 месяцев мы ее не видим. Как только она опубликована, мы можем читать все документы по этой заявке, любые бумажки, любые бумажки, все-все-все. Когда она опубликована, аналогично не может заявить. Но мы никогда не можем, да. Да, она попадает. А в том случае, когда мы, там получается, еще не опубликаться никакой, да? Да, мы отчаянием в подавлоне заявку. Она опубликована. Она все опубликована. Все опубликована, да. Но есть еще 3 месяца, чтобы дописать. Нет, это «элаут» не значит опубликован. «элаут» значит экзаменатор, сказ, прислал письмо, решение о выдаче пациента. Это не имеет никакой связи с публикацией. То же самое, как у нас этот пациент, мы получаем решение о выдаче, у нас есть париции. За этот период мы можем аналогичные заявки подать, и там в кратчайшем строке нам не будет платить план аналогичных жертв. Ну, значит, это обещало внимание, что только в США возможно. Это только в США возможно. Мы, например, в этом году так и сделали. Ну, значит, оно было патентом для 10. Значит, та заявка, которую вы подали, в патентном плане отличалась, глубоко отличалась, от вашей предыдущей заявки. Только у нас можно так сразу говорить. Она не отличается, она не то, что там отличается. Вот, значит, этот кадр мы уже обсудили много раз, о том, что только в одной стране действует патент. Правильно? Столько вот. Это мы много раз просто по ходу обсудили. И, наконец, мы дошли до международного патента, или патента PCT, или RCT, как вы его называете. Значит, PCT – это Patent Cooperation Treaty, то есть договор тритий о патентной кооперации между разными странами. И сейчас, это старый знак, сейчас таких стран 154. Значит, подавая заявку PCT, вы сразу ее подаете на 154 страны. Ее можно подавать после того, как вы подали российскую заявку, а можно подавать вместо того, что вы подаете российскую заявку. То есть сразу подавать заявку PCT. Ну, какое преимущество, да? Преимущество – то, что сразу на 152 страны – это место подороже, но в то же время выгодно. И, к тому же, как я поняла, в подчетном документе вы ставите подачу международной заявки. И поэтому это очень популярно сейчас. Патентная заявка PCT никогда, никогда не будет патентной. То есть, надо понимать, это заявка, и если вы дальше ничего не сделаете, то она просто тихо умрет, и будет вашей публикацией. Она публикуется, будет публикацией. Значит, что нужно сделать? В течение 30 месяцев, но иногда 31 месяц, в некоторых странах 32-42, нужно подать заявки, которые являются точной копией этой заявки в тех странах, которые вас интересуют. Кроме того, заявка PCT поступает к эксперту. В данном случае, если вы подаете в Россию, а вы подаете в Россию, потому что нужно подавать в той стране, где вы имеете гражданство, она поступает к эксперту российскому. И российский эксперт анализирует эту заявку и выдает заключение, это written opinion of expert, письменное заключение эксперта о том, патентуемо оно или нет. То есть у вас уже на руках бумажка, патентуемо или нет. И если у вас все очень хорошие результаты, то есть эксперт сказал, что патентуемо, это уже дает вам некоторую уверенность, что можно идти дальше. И я думаю, что во многих смыслах имеет смысл подавать именно PCT заявку, чтобы в дальнейшем понять, на какие страны вы хотите, чем подавать просто в России. Вот, и дальше нужно, вот это вот, как она выглядит, эта заявка в PCT, у нее вот здесь всегда WO, то есть это World, вот это как выглядит заявка, она никогда не станет патентом, только если вы подаете в разных странах, то есть вы платите деньги опять за национальную подачу в разных странах. То есть сначала вы платите за PCT, но оно дает вам отстрочку 30 месяцев. Вы приходите к инвестору и говорите, я уже подала на 154 страны. Но это вот. Что касается патентного программного продукта, который очень часто меня спрашивает, как патентовать, патентуется алгоритм. Патентуется алгоритм, то есть последовательность действий вне зависимости от языка, программного языка. Вот как бы, вот что, после чего действует. И патентуется то, что оперирует реальным физическим объектом. То есть вот я прямо со своего мобильного телефона раскладываю диван, да, одна стенка сюда, другая сюда, третья сюда, у меня уже разложился диван прямо с мобильника. Вот это патентуемо. Или вот второй пример я хочу привести. Вот у нас мы патентовали для компании Вимана, очень известная российская компания, вот рукоптер для перевозки тяжелых грузов, и у него такие закрылки открываются. И вот командное управление, поскольку это дрон, он вообще весь на программном продукте работает. Вот это открывание этих закрылков при посадке, да, это патентуемо, потому что там закрылки уникальны. То есть вот эта связь с уникальностью технического решения. Если это просто комбинация сервера, компьютера и клавиатуры, ничего уникального в этой комбинации нет. Поэтому писать IT, в которых действованы только вот эти три предмета, не годится, не пройдет. Но тем не менее рост заявок на программный продукт и управление просто феноменальен. Естественно, растет быстрее всего чего угодно. Так. Не устали? Хотите перерыв или как? Нет, нет, нормально, давайте. Нормально? Если вы не устали. То есть этот вот алгоритм, они беседены от зароспутали, потому что в российской республике никогда этот алгоритм не патентуется. Я не уверена. У нас патентуется. У нас тоже схема. Может быть, или же там. У нас тоже схема. Последователь. Но ты, получается, с этим способом ты не выскочишь по сети, получается. Почему не выскочишь? Сочи, так способ только. Но если ты его как алгоритм патентуешь, то ты сразу подожди по сети. Не пишите алгоритм. Почему? А вы, мы не патентуем алгоритм. Мы говорим способ делать что-то. И по сети тоже. способ делать что-то способ управления обжигом каких-то там калиевых да то есть вот используем обжигом в такой-то доменной печи каких-то калиевых агномераторов в принципе пассивную хотя это алгоритм управления печью потому что там нужно засыпать физические объекты если вот сам вот этот процесс зеленый то есть это должно название написано что это способ или это как вообще все патентные объекты это либо способ его устройство других не бывает а систем когда это что система это когда у вас машина система потому что там есть более сложно состоит там и машина это все таки система все что сложное это система это датчики игру и исполнительный механизм что на самом деле довольно интересно в сша известно что россии как и в европе как и и всех остальных странах кроме 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 сша всегда надо сначала уже все закончилось всегда надо сначала запатентовать а потом кому-то рассказывать ну и это конечно создает очень напряженную обстановку как это я сразу вот сразу буду вкладывать деньги патентования не могу никому рассказать в отличие от этого вот сша это такая страна удивительная где довольно таки много и законов и правил и вообще и налоговых всяких условий для развития бизнеса и одно из них это то что сначала у вас есть идея потом вы делаете публикацию в любом месте рассказ там я не знаю когда-то да и вам дается 12 месяцев для того чтобы подать заявку причем можно подать не не только заявку можно подать предварительную заявку так называемую provisional application provisional application может быть что угодно это может быть записка на салфетке это может быть 150 страниц ваших наблюдений мыслей потом бросить все туда это может быть все что угодно может быть лучше всего если это уже почти подготовленный патент но просто вы еще продолжаете работать и вы не знаете этот вариант или его поэтому лучшим предварительную заявку включить все и тот вариант и этот и этот и когда в течение 12 месяцев вы подаете полную но провисимал заявку ах а вы уже знаете нет то не сработало так действительно плохо значит вот я знаю что нужно делать так или так и вы включаете вот эти варианты уже в полную заявку и пишите формулу изобретения которое и будет то что вы будете иметь в конце вы вот все описание это просто билетристика а что вы будете иметь это вы будете иметь то что вы написали в формуле изобретения и и отличие очень большое отличие российских патентов от американских патентов что цель патента в россии но не все просто я очень много получаю это защитить свой товар то есть вот я сделал какой-то прибор и я его на формуле изобретения описываю а задача американского патента это забить нишу на рынке всех похожих товаров у которых что-то есть вот мое вот это новизна вы помните ведь этого динкера он придумал что это машинку с дырочкой в иголочке внизу и он сказал что меня вообще не интересует что вы здесь меня вообще не интересует там машины механизмы там ролики курики вот любая у которой иголка с дырочкой внизу это мое изобретение и вы должны платить мне роялти кстати откройте не поленитесь google и прочтите про человека по имени зингер ухохочитесь вот просто вообще это это феноменальный человек по моему в итоге там 28 или 29 детей с какими-то ужасно запутанными историями с женщинами с партнерами с изобретениями в общем все у него все хорошо в итоге получилось но я должна под него написать в один день вы прочтите пожалуйста получите удовольствие да так вот значит мы формируем формула изобретения и подаем вот это вот на этом этапе non-provision application примерно три года проходит пока мы получаем патент там экзаменуют и так далее и так далее существует такая гениальная вещь как ускоренное экзаменование ускоренное экзаменование примерно происходит в течение года то есть вы уже через год после подачи американской заявки получаете патент и это бесплатно если один из ваших авторов старше 65 лет а такое довольно часто то что в коллективе авторов кто-то бывает старше 65 и вы вместо этих безумных трех лет вот получаете уже через год вот ну что касается заявок заявок вот этих европейских и вписите не через Америку а через Европу через Россию и так далее значит вы должны всегда подавать патент до того как вы что-то публикуете или с кем-то делитесь и это создает определенные неудобства итак вот наконец про то что значит что мы какие у нас есть пути подачи заявок то есть мы сначала подаем в родной стране потом подаем заявку писать на 154 страны и потом по прошествии 30 месяцев от даты подачи в своей стране мы подаем в каждой стране в которой нас интересует это Германия, Китай, Япония ну традиционно мы подаем в Европейский Союз то есть США, да и Китай и Канаду Австралию значит вот в некоторых странах не надо переводить то есть национальные заявки подаются на национальном языке вот и в Европе, Канаде, США, Индии, Израиле, Австралии, Новой Зеландии можно подавать в Сингапуре можно подавать на английском это очень удобно потому что очень большая стоимость перевода например японский, китайский ну в общем там надо до 2000 все это выливается стоимость перевода вот то есть мы часто выбираем так сказать по дальнейшим затратам иногда мы делаем так мы получаем российскую заявку и сразу подаем ее в США у нас есть такие авторы которые просто их ничего другое не интересует они считают, что надо минимизировать расходы и США это 50-70% рынка хай-тека и давайте сразу или другой вариант в случае через через 12 месяцев да, да 12 месяцев здесь тоже это 12 месяцев вот или же другой достаточно редкий но что-то сейчас стало все чаще и чаще что россияне напрямую подают заявку PCT причем они подают ее сразу на английском языке что удобно и из PCT они нас просят подать например в США, Мексике, Канаде, Бразилии еще где-то вот причем это можно делать через наш офис чтобы уже один раз и по-русски на русском языке вот такие варианты существуют когда вы патентуете в разных странах вы должны работать с патентоведами лицензированными в этой стране поэтому я вас сразу предупреждаю что если вы работаете с какой-нибудь там московской фирмой то скорее всего это посредники у которых нет лицензии работать в этих странах они просто как бы берут какой-то overhead чтобы кому-то это переслать поэтому уж лучше где-то напрямую хотя иногда это имеет смысл в общем мы делаем для многих стран вот потому что ну как бы с нами удобнее работать на русском языке и что такое предварительная заявка ну я постараюсь побыстрее значит предварительная заявка это значит может быть написано как угодно что угодно пошлина за нее 140 долларов и ее подают как правило когда завтра надо поговорить с инвестором или когда нет денег на полную заявку лучше подать предварительную застолбить дату приоритета будет известно что вы уже подали заявку вы уже не боитесь с кем-то разговаривать подаете предварительную заявку насколько потом можно менять содержание ну там можно кардинально а как тогда в дальнейшем будет говорить что это соотносится с той заявкой если это кардинально изменилось ну как да дата приоритета ну какие-то важные конечно моменты должны быть предварительные заявки но она может быть кардинально действительно поменена потому что может быть просто схема салфетки вот но эта схема самая важная схема а дальше все вот это описание все вот это вот видите вот я говорю про те части которые существуют заявки вас интересует как пишется заявка или мы проскочим это пойдем дальше кого-то интересует контакты же есть да давайте мы это довольно что писать в каждой части вот важно важно что вот это формула изобретения это claims и я не устаю повторять учите все как отмечается что такое правильное написание claims значит в первой пункте формула изобретения а за ней идут второй, третий, пятый и восьмой состоит из только уникальной уникальные вещи характерные именно для вашего изобретения что вот именно это какое-то устройство для видеоконференции в которой есть микрофон для передачи уникального аудиосигнала и энкодер кодировка соединенная с микрофоном для компрессинга вот этого вот именно вот этого сигнала то есть это примерно как иголка ведь это же не вся видеосистема правильно здесь говорится только та часть системы которая уникальна вот все системы у которых есть вот это будут моими если мне разрешат а потом я раскрываю что кроме того она еще там есть видеокамера а кроме того там еще это видеоэнкодер с иди и и и с